Сообщение о том, что в посёлке Корнолитово горит жилой дом на пульт пожарной службы поступило 13 апреля в 18.25. В тот же миг по адресу Школьный переулок 11 выехали 7 единиц техники и 24 человека личного состава. По прибытию на место пожара было установлено следующее. Происходило горение жилого индивидуального дома и надворных построек. В результате пожара жилой дом сгорел полностью и надворные постройки сгорели полностью. К счастью, в этом пожаре никто не пострадал. Жильцы дома – двое мужчин-пенсионеры и женщина-инвалид. Дочь одного из них к моменту приезда пожарных сами выбрались из горящего дома. Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации газобаллонного оборудования. То есть установлен газовый баллон прямо в доме. А это прямое нарушение правил пожарной безопасности и эксплуатации газового баллона. Согласно выписке с постановления Российской Федерации о противопожарном режиме, запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов располагаются вне зданий в пристройках из негорючих материалов. У глухого простенка стены на расстоянии не менее пяти метров от входа в здание. Цокольные и подвальные этажи. Исключение составляет один баллон объемом до пяти литров, подключенный к плите заводского изготовления. Ну и третье. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасный газ». При использовании бытовых газовых приборов запрещается эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа, присоединение деталей газовой арматуры с помощью искообразующего инструмента, ну а также проведение герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек зажигалок и свечей. Помните о правилах безопасности. Нас учат со школьной скамьи, но, увы, многие об этом забывают.